МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Ленинский район с размахом отметил 90-летний юбилей. Наше самое главное богатство – это жители, труженики, которые своим ежедневным трудом делают наш родной муниципалитет. Каждый населенный пункт все краше, благоустроеннее, комфортнее. Расскажем о проблемах, волнующих жителей жилого комплекса «Май». Когда мы покупали, да, сказали, ребята, будет закрытая территория огорожена, но если вы хотите охрану, вы, естественно, как за любую услугу, должны за нее заплатить. Как завершилась мотобольная встреча между Металлургом и Колосом? Хорошие эмоции. Такого мотобола никогда не было в жизни. 90-летие Ленинского района отметили видным с широким размахом. Работники различных объединений и предприятий муниципалитета приняли участие в традиционном шествии по заводской улице. Подробнее об утренней части главного торжества расскажет Арсений Рогозянский. 90-летие Ленинского района началось с благодарственного молебна в храме Георгия Победоносца, на который пришли местные жители, а также глава муниципалитета Валерий Венцель. Затем уже по сложившейся традиции Валерий Венцель и другие официальные лица возложили цветы к вечному огню, после чего все отправились на Советскую площадь, чтобы поздравить жителей и принять участие в праздничном шествии. Несмотря на пасмурную погоду, настроение у жителей было праздничное. Поздравляем наш Ленинский район с этим замечательным праздником. Конечно, Ленинский район имеет для нас очень большое значение, потому что мы здесь живем, работаем и все вкладываем, и стараемся вложить самое главное в детей наших, нашего района. Участие в шествии, я считаю, это такая почетная обязанность. Все-таки каждый из членов общественной палаты – это лидер своей общественной группы, поэтому мы представляем интересы большой массы людей. Это действительно очень важный праздник, как для меня, так и для нашего коллектива в целом. Мы всегда с удовольствием идем посмотреть на красоту тех организаций, которые приходят на праздник, на оформление колонн. Но, естественно, предоставляется дополнительная возможность пообщаться в свободной обстановке, создать себе хорошее настроение. В шествии приняло участие около пяти тысяч человек, которые представляют различные учреждения, предприятия и объединения Ленинского района. Все готовы были сказать самые теплые слова в адрес своей любимой малой родины. Московский коксогазовый завод весь в полном сборе, готов к шествию радостными улыбками. Ура! Просветание. В принципе, у нас так район процветает, чтобы все было на благо главного народа, и чтобы все были счастливы. Красоты, чистоты, хороших людей, добрых, умных и чистых. Хороших отношений друг к другу. Это главный вопрос. Когда будет хорошее отношение друг к другу, тогда городской округ состоится, будет огромным, красивым, веселым. Пройти в шествии первыми выпало барабанному ансамблю, который задал бодрый ритм всей демонстрации. 90-летие Ленинского района. За последнее время эту фразу можно было услышать несколько раз на дню. Подготовка к празднику была планомерной и основательной. И вот теперь жители муниципалитета наконец-то отмечают юбилей родного края. По улице Школьной колонна направилась на стадион «Металлург», где состоялась торжественная церемония открытия праздника, в ходе которой лучшие представители нашего муниципалитета были награждены за свои заслуги перед малой родиной. Знак отличия почетный гражданин Ленинского района был вручен Владимиру Глеихману. 50 лет он возглавляет муниципальный оркестр русских народных инструментов. А о деле всей своей жизни Владимир Давидович рассуждает с любовью. Оркестр – национальная гордость русского народа, потому что это один из самых мощных таких национальных оркестров в мире. Совершенный, очень национальный и в то же время очень интернациональный. В 90 лет жизнь родного края расцветает с новой силы. Глава Ленинского городского округа Валерий Венцель рассказал о дальнейшем развитии муниципалитета. У нас очень хороший потенциал, мы богаты историей, традицией. Ну и, конечно же, наше самое главное богатство – это жители, труженики, которые своим ежедневным трудом делают наш родной муниципалитет. Каждый населенный пункт все краше, благоустроеннее, комфортнее для проживания. И я, пользуясь случаем, хочу каждому жителю нашего муниципалитета сказать большое спасибо. Слова главы подтвердил председатель Совета депутатов муниципалитета Станислав Радченко. Глава уже дал четко понять вектор конкретного направления развития нашего уже городского округа. Поэтому мы сейчас нашей общей командой будем делать все, что от нас зависит. Торжественную часть юбилея Ленинского района продолжил праздничный концерт, который продлился до позднего вечера. Арсений Рогозянский, Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В день празднования юбилея Ленинского района в Видном были развернуты тематические площадки, а также организована выставка достижений предприятий муниципалитета. Наш корреспондент Татьяна Брылова окунулась в интересный мир ретроавтомобилей и прошла по экспозиции, которую в этом году назвали «Триумф достижений». В то время, пока коллективы предприятий и организации Ленинского района шли в колоннах по улицам праздничного города, в разных точках Видного разворачивались интерактивные тематические площадки. На улице Садовой развернулась выставка автомобилей. Особое место в ней занимает ретро-техника. Посмотрите, к этим машинам можно прикоснуться. И это особое ощущение, когда ты прикасаешься к истории. Ретро-машины – это часть экспозиции Видновского ПТП. Сюда привезли самые интересные экспонаты – легковые автомобили, а также специальную технику советского времени. Маленький Илюша Чернов с удовольствием забрался на пожарно-спасательный мотоцикл, с которого сумел разглядеть всю выставку. Гоночные машины, про которые сказал Илюша, конечно же, обратили на себя внимание посетителей выставки. Одни своими яркими цветами и тюнингом, другие, как вот это, звуком. Машина – это часть души. Вот здесь – часть моей души. Вот эта машина, как бы она еще может иметь какое-то усовершенствование, на ваш взгляд? Да, конечно, в следующем сезоне она покажет себя еще и будет занимать нормальные позиции. Есть соревнования по автозвуку. По автозвуку? Да. Боже мой, там как, кто громче или как? Да, кто громче. Выставляют специальные датчики, вешаются на стекла и замеряются децибелы. Вам есть к чему стремиться еще? Конечно, есть. Можно не сомневаться, что Алексей заберет главный приз в соревнованиях по автозвуку. А вот Дарья, сидящая в автомобиле, который наверняка на десяток лет старше нее, может запросто выиграть в конкурсе «Автоледи ретро стиль», если таково имеется, конечно. В этой красной копейке 80-го года выпуска девушка смотрится удивительно красиво. Машину любите свою? Машину обожаем. А как же? По состоянию видно, как мы ее любим. Участники выставки съехались из разных городов страны, даже из Крыма. Экспозиция необычных авто становится в день города уже традиционной. Мы с администрацией решили немножко разбавить наш праздник, сделать выставку машин, чтобы ребята к нам в город приехали, собрали друзей, так скажем. Они сегодня к нам приехали, мы стоим, общаемся, каждый показывает, что за год сделал на своей машине. У каждого есть свои определенные достижения, каждый участвует в определенных выставках, у него там есть победы. Посетители могли не только посмотреть автомобили, но и узнать от их владельцев много нового и интересного. А в то же время на стадионе «Металлург» уже сотни людей прошли по выставке достижений предприятий Ленинского городского округа. В этот раз раскинулось порядка 50 разных палаток, и в каждой ужасно интересно. На память о сегодняшнем празднике я решила себя чеканить монетку. Для этого, как мне сказали, нужно поставить ноги на ширине плеч и как можно сильнее ударить по наковальне. Опа, промазала. Нет, все хорошо. Все хорошо. На удачу. А в соседней палатке один из торговых центров «Видного» устроил для ребятни мастер-классы и угощения. У нас сегодня дегустация пиццы, различные мастер-классы, игротека, также будет наш робот, можете с ним познакомиться. И будет у нас мастер-класс по косоплетению. Красота спасет мир, говорил Достоевский. То же самое утверждают и в следующей палатке, где разместилась цветочная компания. Там, где цветы, там всегда счастье, там всегда красиво. И Ленинский район всегда будет лучшим. Было есть. И мы в нем 15 лет работаем. Это крупнейший в Восточной Европе центр по продаже цветов. Приглашаем всех, обучаем. Самое лучшее, самое красивое только у нас. Мы пропагандируем московский газовый завод с производством бензола, кокса, соответственно. Вот, предлагаем работу, приглашаем всех. А кого ждете на работе? Что нужен вам? Нам нужен машинист-питатель, также, соответственно, молодые специалисты. Вот, у нас есть все флайеры, можете подходить, соответственно, брать. А кто-нибудь заинтересовался? Уже, да, уже брали. Очень много людей. А вот здесь много детей, потому что здесь очень интересно. Расскажите, что вы делаете? Мы изготавливаем медали. Так, к 90-летию. Дети сами или все-таки вы больше? Ну, с горячим клеем мы работаем, поэтому мы помогаем. А вообще что представляете? Детский клуб «Надежда». А вот еще одна палатка, где интересно очень детям. Расскажите, почему, вот, как связано гипсобетон вот с этими вот поделочками? Мы производители гипсового вяжущего, и эти все изделия сделаны как раз из белого гипса. Просто гипсовое вяжущее смешано с водой. Получаются вот такие интересные поделки, которые наши дети с удовольствием раскрашивают. Они сейчас их раскрасят, а вы их потом продадите? Нет, ну что вы, что вы. Это все остается детям. Кто хочет, забирает, кто хочет, оставляет. Конечно, в выставке уже традиционно принимает участие видновская дирекция киносети. Как обычно, мы представляем то, чем мы гордимся, нашу газету, наши книги, которые мы издаем, и, конечно, работа телеканала нашего, представляя «Видное ТВ». Глава муниципалитета Валерий Венцель тоже прошел по выставке. Его интересовало многое, поэтому в каждой палатке он общался с представителями предприятий. А те, в свою очередь, хотели рассказать о своей продукции. В отличие от стандартных подкидных сетов, которые попечески свою только иллюзию и безопасность, вот эта конструкция, она выдерживает вес взрослого мужчины и, по сути, обеспечивает пассивную безопасность окна. Самой, пожалуй, вкусной точкой экспозиции была палатка с мороженым. Валерию Венцелю предложили попробовать шоколадные конфеты с начинкой из холодного лакомства. Как истинный джентльмен он сначала предложил угоститься даме, гостей района, заместителю председателя правительства Московской области Марии Нагорной. В одной из палаток гостей встретил председатель Совета Ленинского районного отделения торгово-промышленной палаты Владислав Рымша. Он поделился результатами проведенной ими ярмарки вакансий. Сколько соискателей нашли работы? Порядка 50 человек, это было условно. Заглянула официальная делегация и в нашу палатку, где исполняющий обязанности генерального директора Видновской дирекции киносети Олег Федоров вручил гостям памятный подарок. 90-летие района выпустили вот такую замечательную книгу. Да. Здесь родина моей ночи. А в это же время на сцене, установленной на стадионе «Металлург», творческие коллективы радовали зрителей яркими песенами и танцевальными номерами. Праздник продолжался. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Несмотря на переменчивую погоду, на стадион «Металлург» весь праздничный день приходили тысячи жителей нашего района. А ближе к вечеру людей становилось все больше. Они с нетерпением ждали концерт. Екатерина Коваленко окунулась в незабываемую атмосферу. Программа праздника, приуроченного к 90-летию, муниципалитета обещала подарить каждому жителю и гостю Ленинского района радость, счастье, веселье, улыбки и смех. Так и получилось. На протяжении дня праздничный вихрь закружил тысячи людей. Но вечерняя часть торжеств побила все рекорды. Так, десятки семейств приехали на стадион «Металлург» на соревнования «Мама, папа, я» – спортивная семья. Правила здесь очень просты. Быстрее, выше, сильнее. А сегодня еще и веселее. Праздник же. Участники – трио, родители и ребенок до семи лет. Девиз – один за всех и все за одного. Сила папы, ловкость, мама, азарт, ребенка – вот секрет успешного выступления. Но эти соревнования, пожалуй, тот самый редкий случай, когда победа не главная. Куда важнее единение всех собравшихся. И действительно победили здоровый образ жизни, хорошие и добрые отношения. Ведь на Металлурге собралась большая и дружная семья Ленинского района. Люди приехали из разных уголков нашего края. А Анна, Алексей и маленький Матвей Бритовский из поселка Володарского. Семья активная. Сразу два мастера спорта. Мама по баскетболу, папа по футболу. Все здорово, правда, прохладно, но мы сюда приехали наоборот, чтобы нам было тепло и жарко, тепло, хорошая атмосфера. Сплачивают ли семью вот такие вот соревнования? Однозначно. Надо почаще делать. Раз в три месяца однозначно. Как ты доволен, как вы выступили? Да. Да, физкультуре говорят и в семействе Медис. А пожелание одно, чтобы и дальше Ленинский район оставался таким же спортивным. Чаще проводить такие соревнования. Это сближает людей, семьи. Повернись. Ну, весело, хорошо, молодцы. А вы как считаете, что будущее нашего края? Ну, спорт, спорт определенно, это будущее. Поэтому надо больше таких соревнований проводить. Больше, чаще. Детские сады, школы. Всех надо привлекать обязательно. Конечно, горячую атмосферу поддерживали и болельщики, которых переполняла радость не только за семью, но и за любимый город и район. Они вообще хорошие, добрые и вообще веселые настроения. Все болеем, за всех болеем, за весь наш город. Город сегодня вообще преобразился. Вот сейчас проезжали по нашему городу, мы живем в Калиновке, проезжали по нашему городу, очень хороший город, красивый стал. Мы решили продолжить своеобразный поздравительный флешмоб, тем более, что от желающих признаться в любви родному краю не было отбоя. Я желаю ему счастья, процветания, вот таких побольше красивых праздников, таких счастливых людей, горожан. В чем будущее Виновского края, как думаете? В развитии, в детях, в детских садах, в школах, в мероприятиях. Мне очень все нравится, я жду концерта, меня предупредили, что тут какие-то известности будут. Пожелания какие? Ну, в принципе, хотелось бы больше таких праздников приятных. Также было чисто, аккуратно, на улице меньше преступности, соответственно, люди, чтобы радовались жизни. С утра хорошо уезжали на работу, вечером возвращались в свои дома, в домах было тепло и уютно. Праздничным же вечером было еще и зажигательно. На сцену вышли звезды российской эстрады. Причем программа составлена так, что доволен наверняка остался любой, даже самый требовательный музыкальный гурман. Александр Панайотов, Клава Кока, Миша Марвин, Натан, Алексей Глызин. Один хит сменял другой, бурные аплодисменты не умолкали, а атмосфера, несмотря на переменчивую погоду, становилась только жарче. ПЕСНЯ Кульминацией праздника стал красочный фейерверк, который было видно далеко за пределами нашего города. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Недавно мы уже рассказывали о проблеме, с которой столкнулись жители ЖК «Май». И вот в жилом комплексе снова волнение. В причинах разбиралась наша съемочная группа. Город-курорт «Май», как его именует застройщик, это 11 малоэтажных домов на 20 гектарах на границе заповедника Горки-Ленинские. Изначально жилой комплекс позиционировали как закрытую территорию с охраной. Застройщик установил забор, шлагбаум и ворота. После заселения собственникам предложили самим определиться, хотят ли они сделать дворы недоступными для посторонних. Когда мы покупали, сказали, ребята, будет закрытая территория, огороженная. Но если вы хотите охрану, вы, естественно, как за любую слугу, должны за нее заплатить. Как вы решите домом, хотите вы охрану, не хотите. То же самое касаемо видеонаблюдения, благоустройства, озеленения. Вскоре по просьбам жителей провели общее собрание, на котором предложили проголосовать за пропускной режим, охрану и дополнительный тариф на обслуживание. Сюда, значит, у нас входит благоустройство, озеленение территории, охрана, организация круглосуточной охраны территории, обслуживание, ремонт шлагбаумов, каликток. Видеонаблюдение, которое будет как раз установлено на шлагбауме, въезд как раз в комплекс второй линии, потом на калитках будет установлено. Дополнительный тариф на содержание и ремонт почти в 22 рубля за квадратный метр некоторым жильцам показался завышенным, поэтому за проголосовали не все. Именно с этого и начался конфликт между жителями, а также с управляющей компанией. В первой линии домов один только дом принял данное решение, остальные дома отказались. Все дома по второй линии, которые мы с вами видим, это трехэтажные дома, они все приняли данное решение и проголосовали как раз за закрытую территорию. После того, как протоколы собрания проверила гос- и жилинспекции, управляющая компания начала монтировать забор на границе первой и второй линии домов, а также переносить ранее установленный застройщиком шлагбаум с первой линии на вторую. Все это вызвало новую волну недовольства среди жителей первой линии. Но как еще можно реализовать принятые владельцами решения, недоумевает их оппоненты. Тут нет никаких неподъемных цифр. Эти цифры, на мой взгляд, средние, причем даже несколько занижены от общей квартплаты, которая вообще сейчас существует. Даже с учетом доп. тарифа. Я не знаю, где они видели дешевле. Люди, которые протестуют против этого, они считают, что в базовый тариф, который существует, уже все включено. Мы согласны целиком полностью с соседом, вот с этим тарифом, который мы сами как бы и приняли этот тариф. Но зато мы спокойно уверены, что у нас благоустройство, зеленение поддерживается, мусор вывозится, все чистенько. По поводу управляющей компании могу сказать одно, что они выполняют полностью свои обязательства, взятые на себя. То есть у меня претензий к ним вообще нет. А те люди, которые возмущаются, знаете, прежде чем возмущаться, нужно оплачивать свои коммунальные услуги вовремя. Сейчас с жителями первой линии ведутся переговоры. К решению вопроса подключилась администрация поселения и района. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Виднет-ТВ. Видновский «Металлург» на домашнем стадионе принимал своего главного соперника в борьбе за чемпионство – Ипатовский «Колос». Перед матчем в турнирной таблице гости были выше всего на одно очко. Кто одержал верх в самой важной мотобольной битве, расскажет Арсений Рогозянский. Значимость мотобольного противостояния «Металлурга» и «Колоса» можно сравнить разве что с поединками футбольных «Барселона» и «Реала». Две лучшие команды в мире выясняют, кто же все-таки из них сильнее. Как правило, такие игры выходят за рамки борьбы в турнирной таблице. А победа в матче ценится болельщиками куда выше, нежели в рядовой игре. Однако в случае с противостоянием «Металлурга» и «Колоса» все намного сложнее. С турнирной точки зрения очный поединок принципиальных соперников важен для обеих команд. И тем острее смотрится противостояние. Ничья оставит «Металлург» на втором месте, а победа «Колоса» практически гарантирует и патовскому коллективу второе чемпионство к ряду. В последних трех матчах команды по разу выиграли и сыграли в ничью. Предсказать результат этой игры было просто невозможно. Хорошие эмоции. Такого мотобола никогда не было в жизни. У них очень хорошая команда, вратарь очень сильный. Мне запомнился момент, как он поймал очень хороший мяч. Игра была полна ярких моментов. Множество атак в разные стороны, жесткие стыки и красивые сейвы вратарей. И главное, голов долго ждать не пришлось. В первом периоде забили два мяча, все в ворота «Колоса». Должны выиграть обязательно. Почему? У нас мы отсюда уедем с очком. Там нас будет устраивать ничья, а им нужен обязательно выигрыш. Ну, то есть борьба продолжается. И останавливаться на достигнутом нельзя. Тем более команда-то уровнем серьезном. Несмотря на все усилия «Колоса», во втором периоде «Металлург» лишь увеличил отрыв. В третьем счет уже был 5-0. Один из героев матча капитан «Металлурга» Владимир Сосницкий отметил, что эта победа пока ничего не гарантирует. Эмоции хорошие. Мы задачу выполнили. Второй плей-офф прошел удачно. Теперь заключительный плей-офф будет в Краснодарском крае. Там будет решаться, кто станет чемпионом. Алексей Семенов по ходу матча совершил немало эффектных спасений. Когда счет дошел до крупного места в воротах, занял его молодой коллега по вратарскому цеху Арсений Тикобелев, который не хуже отыграл свой отрезок матча. Алексей подчеркнул, что победить удалось во многом из-за правильного командного настроя. Серьезно на эту игру сцель настраивались. Между собой поговорили команды. И с тренерами тоже, соответственно, пообщались. Так что, конечно, хотелось окончить сезон видным на мажорной ноте. Это удалось. Игроки «Колоса» после матча понимали всю сложность ситуации. Перед заключительным этапом «Металлург» возглавляет таблицу, обережая ипатовский коллектив всего на одно очко. Это добавляет только психологического преимущества. Однако оно сейчас очень важно. Ну, это спорт. Сегодня «Металлург» был сильнее. Как бы тут отрицать нечего. Ну, будем работать над ошибками проводить, идти дальше. Что, руки опускать не будем, как говорится. Ну, было тяжело, да. В заключении состоялось награждение команд за участие в Кубке России, в котором первое место занял видновский «Металлург». Теперь команде предстоит вернуть титул чемпиона страны, ведь действующим обладателем является и патовский «Колос». Решающие матчи турнира состоятся в Краснодарском крае. Арсений Рогозянский, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.